Не добьёшься. Ну тогда скажите, как достичь его. Наши эксперты знают, знают. В эфире передача «Формула семьи». Татьяна Горбачёва. Добрый день. Здравствуйте, Татьяна. Давно я вас не слышала. Прям успела уже соскучиться по эфирам с вами. Ну что, сегодня мы поговорим на тему, как бы её так описать так красиво. Не то чтобы это женская тема, но она должна волновать, наверное, мужчин-то больше, чем женщин даже. Но это тема, о которой все смеются, которую всем усолят в анекдотах. Над этим очень много разных приколов, мемов, шуток. Тогда тема очень простая. Выслушай меня, женский запрос на общение. То есть будем говорить, почему женщины любят говорить. Да, ну я достаточно много консультирую семей. И вот очень редко бывает, когда приходит мужчина и говорит, знаете, вот у меня проблема, жена со мной не разговаривает. Я не... Такое бывает? Хочется мне спросить. Очень редко такое бывает. зато со стороны жены это очень часто встречающийся запрос. Женщина говорит, вы знаете, вот что-то произошло в наших отношениях. Муж не говорит со мной, как раньше. Вот, знаете, мы стали мало встречаться, мы мало разговариваем. То есть вот сегодня такая тема, действительно посвященная женщинам. О том, что для женщины общение с близкими людьми является такой важной-важной потребностью. И эта потребность настолько важная, что если она не удовлетворяется, как мы говорили так же, да, вот, если базовая потребность мужчины тоже не удовлетворяется, то женщина ищет других путей, как же можно вот ее реализовать. И поэтому в сети существует огромное количество блогов, женских, материнских, форумов, которые женщины отрываются, наконец-то, чтобы насладиться этим хотя бы вот в таком интернет-варианте. Итак, ну, мы сегодня хотели тоже начать с вопроса, дорогие радиослушатели. Как этот вопрос решается в вашей семье? Вот если вот вы посмотрите на ваш такой обычный средний день, сколько времени вы проводите в общении, в разговорах с вашим супругом? Только один нюанс. Вот если вы вместе смотрите телевизор или фильм, это не считается общением. Правильно же я понимаю, Татьяна? Именно когда вот вы сидите, как мы сейчас с Татьяной в студии, вот мы сидим и разговариваем, правильно? Да, смотрят друг на друга, да, но еда здесь не исключается, наверное, но всё-таки, когда вы между собой ведёте какой-то разговор, какой-то диалог, да, что-то обсуждаете, вот, нахождение на территории одной кровати в состоянии сна тоже не считается. Так что, пожалуйста, вот в сознательном состоянии, сколько вы общаетесь с вашим супругом? Друзья, присылайте нам ваши ответы через сайт teos.fm, через мобильные приложения, это для сообщений, и вы можете нам позвонить в прямой эфир и высказать всё, что вы думаете по этому поводу, поговорить с нами, дорогие женщины, выслушать нас, дорогие мужчины. 8 800 333 17 06, это номер нашего прямого эфира. Есть ещё Viber WhatsApp, плюс 7 977 850 09 96. Так что ждём ваших ответов. У нас есть несколько сообщений из нашей видеотрансляции. Так, сейчас, 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 смотрим, смотрим. Ну вот есть одно интересное такое сообщение. Ирина пишет, а мне муж говорит, что я не умею с ним разговаривать. Да, но это другой вопрос. По крайней мере, они разговаривают, просто у них не получается. Хотя процесс запущен. Но мы немножко будем сегодня говорить о том, что мужчины и женщины, они общаются по-разному, у них разные цели разговора. И, собственно говоря, то, зачем разговаривать женщины, то, зачем разговаривать мужчины, это просто разные, разные задачи. Поэтому часто получается, что один про Фому, другой про Ерёму, и разговор как-то не клеится. У нас есть ещё парочка сообщений. Тоже вот девушки пишут, что муж говорит, что он не может со мной разговаривать. И один из аргументов тоже, например, мой говорит, не умеет он разговаривать. Говорит, я как собака всё понимаю, но сказать ничего не могу. И дальше, собственно, вопрос, что делать-то. Вот не умеет муж со мной разговаривать, или я с мужем не умею разговаривать. Ну, наверное, правильный ответ будет такой. Надо учиться, да, хотя кажется вот. Иногда, кстати, бывают такие ситуации, когда ты понимаешь, что ты не умеешь делать что-то очень простое, да, вот ты не умеешь разговаривать с твоим любимым человеком. Или ты не умеешь варить суп, или ты не умеешь починить ручку от двери. Ну, наверное, нельзя застыдиться, просто нужно научиться это сделать. Как правило, это не такие страшные секреты. И вот как раз наша передача – это попытка какие-то вещи всколыхнуть, что-то интересное рассказать, чтобы помочь вам преодолеть вот это неумение. Я, наверное, хочу начать с интересной книжки, которую я встретила, когда готовилась к этой теме. Она была выпущена в 2006 году и достаточно широко обсуждалась в кругах. Книжка была опубликована в Соединенных Штатах. Она называется «Feminine Mind», или по-русски это называется «Женское мышление». Вот написала ее доктор Луан Бризендайн. И она долгое время работала как нейропсихолог в клинике в Сан-Франциско, которая как раз сталкивалась с вопросами различия, ну, семейного консультирования, и в том числе различия между тем, как мужчины и женщины подходят к разрешению вопросов. Но так как у нее первое образование, она все-таки такая, как врач, она подошла к этому с такой, с медицинской точки зрения. Поэтому ее книжка, она изобилует тем, какие есть биологические основы этой разницы. Как вот по-разному функционирует внутренность черепной коробки у мужчины и у женщины. На самом деле достаточно интересно. Сейчас много публикаций по теме нейропсихологии. И интересно, как действительно многие различные гормоны, которые являются какими-то такими спусковыми механизмами того, что происходит в нашем организме, они влияют на это. Так вот, она говорит, что для женщины и количество нейронов, которые отвечают за коммуникацию, за общение гораздо больше у женщины, чем у мужчины. Но вместе с тем даже с самых первых дней развития, она прослеживает внутриутробное развитие мальчиков и девочек. Она говорит, что как только начинает выделяться тетестерон, тетестерон, это мужской гормон, он как-то вот влияет на те клетки, которые на общение заточены, как бы подавляет их. Получается, что у женщины происходит развитие, и со временем, когда она рождается, достаточно бурное развитие средств коммуникации, много времени малышки тратят на то, что они смотрят на их родителей, бабушек, кто там к ним подходит, и пытаются выстроить какую-то коммуникацию через гуление, через всякие там разные смехи и так далее. То время как у мальчиков эта способность, она немножко сокращена, то есть у них меньше и тех нейронов, которые отвечают за общение, и вместе с тем меньше эти способности развиваются соответствующим образом. То есть смотрите, вот как бы получается из-за того, что разный гормональный фон у одного и другого существа, какие-то клетки получают своё развитие, какие-то не получают своё развитие. Ну и один из комментаторов, да, этот книг написал, это так, что вот мы как мужчины застреваем вот в этой способности, как вот вы прочитали, как у собаки, да, мы всё понимаем, а иногда сказать не можем, потому что у женщины гораздо более сильный аппарат общительный, да, и способность исчитывать эмоции другого человека гораздо более сильно выражена, чем у мужчины. Но при этом мужчины же не должны прикрываться, скажем так, такими исследованиями. Просто мы должны принимать эту реальность, то есть женщины должны понимать, что мужчина никогда не сможет поговорить с ней так, как поговорить сможет женщина, потому что он просто другой, это понятно. Да, значит, что он хуже, да? Конечно. Нормальная женщина, она должна это понимать, но, с другой стороны, и мужчина должен как-то осознавать, что поговорить с женщиной, это значит удовлетворить её потребность, это значит, что в коей-то мере сделать её счастливой, ну и если уж глобально рассуждать, спасти семью, в конце концов. Спасти семью, да, иногда такое бывает. Я, кстати, по-моему, уже говорила, что вот я лично знаю случай того человека, с которым развелась жена, потому что он молчал. В нём было всё хорошо, абсолютно прекрасный мужчина, работящий, всё в дом, всё в дом, воспитывает сына, и ходил на футбол, и всё сделано, но просто всё время молчал. И вот женщина решила, что она не может выдержать такого тяжёлого молчания, и по этой причине с ним развелась. Я не знаю, конечно, я не могу сказать, что я оправдываю её, да, что там, давайте разводитесь, но вот настолько это было тяжёлым, её молчание, что она не смогла его выдержать. У нас есть несколько сообщений с сайта. Сначала пишет Валерия, слава Богу за вашу передачу, спасибо огромное, приятно читать такие отзывы. Никита нам ответил наш постоянный слушатель. Здравствуйте, Никита. Татьяна, просто ради интереса, ваши ставки, сколько времени они проводят с супругой в день, в сутки, вот вместе в общении, как вы думаете? Зная, ну, примерно, представляя вот по образу, кто такой Никита. Ну, наверное, это больше сосредоточено на выходных, да, их общении? Нет, в день. В день? Да, как вы думаете? Два часа. Десять минут, Никита написал. До десяти минут. Хорошо. Но честность — это всегда хорошо, с неё всегда нужно начинать. Это я согласна, просто я не знаю, как-то мне внутри такое чувство... Не хватает. Да. Ну да, я имею в виду, что, в общем, Никита, я очень надеюсь, что у вас всё будет замечательно, и вы будете с удовольствием общаться со своей супругой. Гораздо больше времени наслаждаться, а не чувствовать себя как каторжник. Ну, по крайней мере, такое ощущение складывается. Но, Татьяна, у нас успехи. У нас есть замечательный слушатель Владимир, вы помните? Владимир, да. Мы сдвинули айсберг. Владимир пишет, а где найти супругу, чтобы с ней разговаривать? Понимаете, мне кажется, наша миссия просто выполнена, выполнена закоренелый холостяк, теперь спрашивают у нас, где найти супругу. Владимир, очень многие женщины смогут это делать, правда. Делать это так, чтобы это было интересно для вас обоих, но это, конечно, задачка посложнее. Но вообще, женщина, общение для неё – это жизнь. Она в этом и самовыражается, и проявляет заботу о другом человеке. И, в принципе, всё в её жизни завязано на общении, на разговоре, как мы узнаём теперь и по данным физиологов, которые работают с сканированным мозгом и смотрят, что происходит там. На самом деле, любая женщина, она создана для того, чтобы общаться. Поэтому, в принципе, выбор очень большой. Наверное, нужно ещё какие-то критерии выдвигать. Тем временем у нас в видеотрансляции есть несколько тоже сообщений. Ну, вы знаете, с удивлением обнаруживаю, что мы затронули такую какую-то больную тему, потому что многие слушатели пишут о том, что проблема общения – это одна из самых главных проблем в их вообще семье и семейной жизни. Что тут о разводе пишут буквально, человек 10 уже написало, что у нас проблемы. Кто-то вот говорит, что скоро разведёмся или трещит брак по швам. Но есть ещё вопрос, который все задают. Это, соответственно, как научиться общаться. И, в частности, вот, например, как начать разговор, если ни ты, ни он не знает. И что делать, если вторая половинка не хочет учиться общаться? То есть ты готов, ты открыт, а вот у тебя такой барьер навстречу. Ну, наверное, если мы говорим про то, как начинать общение, а что бы вот вы сделали, если вам нужно было с каким-то человеком познакомиться, да? Ну, и вам нужно было проявить инициативу и как-то войти к нему в доверие. Вспомним шпионские фильмы, да, вот как это всё делается. Как вы начинали бы разговор, Эльвира? Давайте к вам вопрос. Ну, если совсем незнакомый человек. Да, но нужно как-то с ним вот завязать разговор. Сначала, конечно, скажу, здравствуйте. Ну, наверняка мы не просто я шла по улице и встретила. Наверняка мы где-то, ну, вот, либо мы в кафе, либо в библиотеке, либо на каком-то мероприятии. Вот, например, в выходной, да, я пошла на мероприятие одно. Это были курсы, ну, не суть курсы, там, по тренинге. И там все незнакомцы, никто никого не знал. То есть мы все в... А была групповая терапия, то есть это были курсы актёрского мастерства. В общем, мы... Ого! Да, но на самом деле... Скоро мы увидим. Нет, нет, нет. Вообще, короче. На самом деле, это так. То есть я попробовала, мне не очень понравилось. Буду искать другие. Кстати, может, кто-то посоветует. Но да ладно. Там все друг друга не знают, и мы должны были как-то взаимодействовать. И ты чувствуешь какую-то неловкость. В общем, я со всей дури наступила одному молодому человеку на ногу, нечаянно. И это послужило поводом тому, чтобы там в перерыве я подошла, слушай, извини, пожалуйста, я, правда, не хотела. Ну, так получилось. На шпильке? Нет, нет, нет. Не на шпильке. Ну, значит, это не так травматично. Все равно приятного мало, а я так смачно прям всей с тобой. И просто, а как тебя зовут? Там, мне так-то, мне так-то. А как ты сюда попал? А почему? И выясняется, что вот он актер, но он зажат достаточно. Он подумал, что это поможет ему как-то раскрыться. Я говорю, ой, я вот веду передачу на радио, и вот то-то, то-то, то-то. И просто начинаем общаться, спрашивая. И тут же я заметила, что к нам стали подключаться другие люди, потому что, ну, увидели... Вам когда уже произошло? Да, 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 да. И подходит там, ой, да, вы на радио, а на каком-то, туда-сюда, а я вот там психолог, например, а я вот, представляете, поступаю там из другого города сейчас в Амхат. И тут другая девочка, да ты что, я тоже поступаю в Амхат. И просто начинается вот такое общение. Да, ну, мы можем опустить первую часть там травмирования, субеседования, да, ну, вместе с тем, как правило, это обсуждение тем, которые связаны с тем, в ситуации, где вы находитесь, да, если вы там, допустим, встретились на выставке кошек и собак, там, спросите, а у вас есть кошка, там, а что вы, что вас привело сюда? И, в принципе, это беседа на ту тему, которая может быть потенциально интересна для собеседника. И если это ваш супруг, вы наверняка знаете, что ему интересно в жизни. Может быть, это работа, может быть, это последняя версия танков, которая вышла, или еще что-то. Люди говорят на ту тему, которая им интересна. Поэтому начинать нужно с этого. Ну, и классическое, конечно, начало разговора – это про погоду. Нам что-то уже не хочется обсуждать эту летнюю погоду, мы о чем-нибудь более приятного говорим. Вот, поэтому развязать разговор, в принципе, всегда можно. Вопрос о том, вот когда, например, супруга говорит, я не знаю, как говорить с мужем, но вот начала она разговор, поговорила она с ним о танках, но навряд ли это принесет удовлетворение ей, да, она его, в принципе, могла разговорить даже, прослушала последние три варианта обновлений и какие новые оружейные возможности эта программа. Но если это ей совсем не интересно, наверное, это будет не совсем то, к чему она стремится. Скорее всего, разговор идет о том, как бы нам наладят вот коммуникацию, чтобы не только одному человеку было хорошо в этом общении, чтобы мы могли обмениваться какими-то интересными для нас вещами. В этом плане, конечно, задача супружества, она в том, чтобы говорить не только на тему про одного, но говорить и про тему и про нас. Идеально, мы уже это говорили в наших, если у вас есть какие-то общие интересы. Вот я знаю, что компьютерные игры, например, для Эльвиры, это тоже такая хорошая тема, на которой можно говорить. Может быть, не вся страсть в жизни там находится, но все-таки. Скажем так, я благодаря мужу, это для меня тоже какая-то часть жизни, потому что если ты человека любишь, ты будешь увлекаться его интересами хоть какими-то. У него спектр интересов огромный, да, и понятно, что я не буду сидеть и копаться в проводах в системном блоке, хотя я и это могу, но мне это действительно неинтересно. В компьютерные игры сама, чтобы я села играть, я не буду. А вот когда вместе, тогда да, и... Появляется стимул какой-то, да. Ну да, то есть ты понимаешь, что это как вклад в отношения происходит. Вот ты с ним сейчас поиграешь, даже если тебе вообще неинтересно, там какие-то восьмибитные человечки бегают, ты, честно говоря, даже не понимаешь, где у них рука, где нога иногда, потому что, ну правда, что-то такое прям совсем древнюю какую-нибудь игру он включит, но я понимаю, что ему радостно, что вот он со мной сейчас играет, и почему нет? Вот она, вот она, женская жертвенность, вот всё, что угодно, даже компьютерные игры, чтобы вместе посидеть. Ну, в общем, да, у нас просто да, ещё есть сообщение, сначала прочитаю позитивное сообщение, Ирина пишет, мой муж считает, что жена должна все свои радости и печали сливать в кавычках только мужу, и считает, что мужчина обязан выслушивать женщину. Так, дальше пишет, но горести в отношении себя слушать не готов. Вот так. Ну, в любом случае... То есть, с одной стороны, высказывает только мне, то есть, чтобы информация никуда не выходила, но только в позитивном залоге. Ну, как-то, я предполагаю, что горести относительно внешнего мира, вот насколько я поняла Ирину, тоже можно сливать, а вот горести о том, что ты неправильно поступил, ты меня обидел, вот это он слышать не хочет. Понятно. И ещё несколько сообщений, на самом деле, печальных, потому что пару женщин уже написало о том, что они сидят в декрете, муж никуда не пускает, не общается с ними, но сам при этом где-то вечно в друзьях. Ещё одна женщина просто написала, что муж вечно тоже где-то в друзьях, а коммуникации нет никакой. Но тут вот есть ребёнок, всё в семье с появлением ребёнка меняется, что можно сделать? Ну, это ситуация, безусловно, такая кризисная, кризис такой по изменению вашей вообще семейной структуры. До появления ребёнка, особенно если это первый ребёнок, вы жили только друг для друга. Она играла с ней в компьютерные игры, он для неё выпиливал полочку последнего дизайна французского архитектора и красил в красный цвет в виде губ там или что-то такое, да. Но вместе с тем, когда появляется ребёнок, у вас появляется другая точка отсчёта, и женщины, как правило, в первые месяцы, они вот все уходят вот в эти отношения мать и дитя, и получается, что женщина должна удерживать два собеседника. И муж, с одной стороны, с другой стороны, ребёнок. Муж часто чувствует себя изолированным, и вот в первые месяцы он видит, ну так, меня здесь не ждут, да, меня здесь уже не салфетками белыми, крахмаленными не обслуживает, не накрывает на стол, наверное, мне нужно куда-то в другое место. Когда спустя какое-то время женщина немножко переключает от этих вот очень близких отношений с ребёнком, она вот попадает в такую ситуацию. Как правило, это уже там три месяца чуть-чуть побольше ребёнку стало, когда чуть физически стало легче. Дорогие женщины, ну, я советую с мужем просто поговорить по этому поводу и сказать, что на самом деле у меня очень замкнутая жизнь стала. Жизнь, которая у меня проходит в одной комнате, да, между горшком и плитой, как правило, она заключена. Мне нужно вырываться из дома, и очень хорошая практика, когда муж отпускает жену, там, элементарно сходить в магазин, что-то для себя купить, или встретиться с подругой, или позвать подругу в гости, как угодно, какие есть варианты для этого. Но не фокусироваться только на одном муже, потому что муж – это, с одной стороны, важная часть, но общение не исчерпывает с контактом только с одним человеком. Восстанавливайте свои связи с подружками, да, но до мужа нужно донести необходимость, чтобы вы проводили какое-то время вместе. можно подгадать под сон ребёнка, там, или прогулку вместе устраивать, когда ребёнок ещё маленький, это возможно, когда вы не бегаете за ним по всей площадке, вот. Но у вас должно быть это время, хотя бы 15, там, 30 час, минут, час в день, когда вы проводите вместе. Иначе действительно очень-очень грустно. Но всё начинаешь с малого, да, вот с ним поговорить, как сказать, милая, я вообще соскучилась по тебе, тут что-то совсем занялась этим Андрюшкой или Кирюшкой. Вот. Ну, давай будем с тобой общаться снова. Сердцу не прикажешь, так народ говорит. Глупостью он говорит ваш народ. Сердце такое же орган, как и иные. И под властьем приказу слышим. В эфире передача «Формула семьи». Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете присылать свои сообщения через сайт teos.fm. Также на нашем сайте вы можете найти много полезной информации, в том числе полный архив наших передач. Сегодня говорим на тему «Выслушай меня. Женский запрос на общение. Почему для женщин важно говорить и важно быть выслушанными?» А у нас есть еще ряд сообщений. Нам написал Никита, ответил о том, что все остальное общение не между нами, а это банальное решение бытовых вопросов, обсуждение ребенка, его потребностей и так далее. То есть, а личное общение составляет до 10 минут. Что скажете? Ну, Никита, ну вот чтобы вы человек конкретный, вы любите факты и цифры, поэтому я вам такую дам цифру, к которой можно относиться, чтобы различные исследования показали, что в неделю должно быть 15 часов вот этого времени. Вы по-разному можете его распределять. Я знаю, что у вас в выходные более плотное общение с семьей, а на буднях оно поменьше. Можете концентрировать его там на выходных днях, в субботу провестись в плотном общении там с супругой и какие-то более краткие разговоры по вечерам или утром, как вам это более удобно, в зависимости от графика работы. Но если это меньше, для женщины, женщина перестает чувствовать, что вы вместе. Потому что для женщины общение – это способ установить связь. Таким образом она чувствует, что она причастна этому мужчине, что у них общие интересы, что он знает, что с ней происходит, что она знает, что с ним происходит. Если этого нет, то она чувствует себя одиноко, как вот предыдущие сообщения были, когда женщины находятся с ребенком, все время ребенок – это прекрасно, очень много положительных чувств с этим совмещено, но это недостаточно. Она чувствует, что ей не хватает, как бы кусочка жизни у нее нет, она не знает, это закрытый какой-то объект, чем он дышит, о чем он переживает, что происходит в его жизни. Если очень быстро говорить, за 10 минут, наверное, можно успеть, но вряд ли собеседник разберется, как, знаете, в рекламе. Вот они говорят. Да, да, да. Код, лицензия. Нужно, чтобы это было спокойно, чтобы это было прочувствовано, чтобы муж и жена услышали друг друга. Как правило, это предполагает не очень быстрый темп общения, а такой спокойный, доверительный. Поэтому 10 минут, мне кажется, маловато. Подумайте, может быть, вы как-то можете устроить побольше времени на разговор. У нас было еще одно сообщение в начале трансляции. Иван спрашивал, замужем ли сама эксперт. Татьяна. Да. Шокируйте его датами и шокируйте его количеством детей в вашей семье, чтобы сомнений не осталось. Шокируйте, да. Я замужем. В следующем году у нас будет 25 лет, в этом году 24 года совместной жизни. Вот. И у меня трое деток. 18, 16 и 10. Сейчас все четное. Вот. Три девочки, поэтому у меня общения достаточно много. И папа умудряется со всеми с нами разговаривать. Так что не сомневайтесь, да. Татьяна прошла ту еще школу жизни, так что она точно сможет вам рассказать, что да как. Еще есть одно сообщение, пишет ваша тезка, Татьяна. Что делать, если муж невыносимый грубиян, а мне неприятны, допустим, его мат в мой адрес и крик. Я воспринимаю это как психологическое давление. Может, просто развестись уже 5 лет с ним мучаясь, двое детей в браке. Двое детей всегда очень веский аргумент, чтобы подумать, а есть ли другие варианты, кроме развода, потому что часто развод, так же, как и мат, это признак очень большого напряжения, как конфликтная ситуация, в которой вы находитесь. Муж все время говорит матом или только когда вы ссоритесь? В основном, я думаю, такие вещи происходят, когда есть напряжение, когда есть какой-то срыв, когда вы ругаетесь. Грубит, пишет, как в голову взбредет. Она зависима финансово и не чувствует уважения, сидит в декрете. Ну, безусловно, когда тебя оскорбляет и когда использует матерные слова, это как бы очень сильно унижает, и человека оскорбляет, чувствую, конечно, соответствующее. Дорогая Татьяна, что можно сказать? Конечно, надо думать над вариантами, как донести до него то, что такие слова, они не могут быть употреблены в вашем, в вашей совместной жизни. И говорить на эту тему нужно с ним не когда он ругается, а когда он в нормальном, в благодушном, в хорошем настроении сказать ему, слушай, вот ты знаешь, я каждый раз чувствую себя как оплеванный, можете по-разному, ну, как бы эпитеты разные. А когда я слышу такие слова, что можно сделать, чтобы меньше этого было? Когда человек в спокойном, в хорошем настроении, вы действительно можете, имеете шансы донести до него это сообщение. С другой стороны, я знаю, что есть люди, которые просто живут в этой культуре, они иногда работают на стройках, да, или иногда работают в таких коллективах, в которых мат является просто нормой. Вот это гораздо более сложная ситуация, когда человеку нужно себя взять в руки, ограничивать себя для общения дома, но вместе с тем задача остается такой же, попытаться до него донести каким-то вменяемым средством, что это неприемлемое для вас сообщение. Если вы отвечаете ему тем же, то, наверное, сложно будет эту мысль донести. Я просто читаю еще параллельное сообщение, помимо Татьяны есть еще Ксения и Юлия, и вот они все пишут о том, что ситуация гораздо хуже, то есть там есть рукоприкладство, там есть, можно сказать, что ненависть, потому что человек говорит о том, что ты плохая мать, ты плохая хозяйка, никуда не пускают, обзываются и разговаривают у всех, получается, троих мужья, разговаривают с чужими людьми лучше, чем со своей женой, с матерью их детей. И у всех троих, насколько я поняла, стоит вопрос, то есть в такой ситуации есть ли смысл сохранять семью, и все трое в декрете. Честно говоря, шокирующая немножко ситуация. Конечно, с одной стороны, она банальная, с другой стороны, в каждой ситуации есть свои нюансы, но хочется задать вопрос, а что для вас этот брак, да, и вообще, ну, на что вы готовы ради того, чтобы вам быть вместе? Если уверены, что это единственный брак, в котором вы можете быть счастливой, то, я думаю, нужно использовать все средства для того, чтобы попробовать исправить ситуацию, как бы тяжелой она ни была. Я не думаю, что эти мужья, они счастливы, если они так себя ведут. Мне тоже кажется, что нет. Либо, ну, или есть ситуация с пьянством, например, которая просто все эти проблемы поднимает, что когда человек нетрезвый приходит домой, у него саморегуляция очень низкая, никто катушки его не держит, да, вот, и он ведет себя, как вздумается, потом, ну, это более сложная проблема. Но если это вопрос культуры мужа, который вы совершенно не можете приемлять, особенно если есть вопрос насилия, для меня всегда это, вот, если есть небезопасная среда для жены и для ребенка, если муж не контролирует свое применение силы, а у мужчины, безусловно, силы есть, и случаи агрессии со стороны мужчины, они намного превышают статистику агрессии со стороны женщин, ну, это как вот там 80% и 5%, то есть женщины бывают иногда агрессивны, но не в той мере, в которой мужчины, то, ну, для меня действительно стоит вопрос, стоит ли оставаться вместе с таким мужчиной, рядом с которым вы можете, ну, быть прибиты в каждый момент. Вы знаете, я думаю сейчас об этом, и вспоминается тоже такая интересная передача, я, правда, уже не помню, где я ее смотрела. Часто бывает так, что женщина своим поведением, своим разговором, она же может и сама, к сожалению, я сейчас не говорю, что так поступают наши слушательницы, я в целом, да, она может провоцировать своего мужчину на агрессию, потому что когда рождается ребенок, и ты вся в ребенке, ребенок в тебе, вот у вас такая связь, и ты мужчину отодвигаешь на задний план и говоришь, что ты лишний, ну, не говоришь, а поведение показываешь. Да, что ты лишний, он, собственно, ничего другого и не видит, он именно отодвигается, а потом, когда ты понимаешь, что он уже где-то далеко, ты его в этом же и обвиняешь, и разговариваешь с ним как с тряпкой или с человеком, который, ну что, пришел, нагулялся, да, в баре-то со своими друзьями, нагулялся, я не думаю, что мужчина счастлив возвращаться домой, где его ждет такая Мегера. Поэтому тут, конечно, каждая ситуация индивидуальна, но я прям почему-то вспомнила фрагмент этой передачи. Ну что-то, не знаю, подумайте, подумайте. Да, да, ну опять же, вот смотрите, пока нет между вами вот этого ощущения, что вы вместе, что вы одна команда, что вы вместе живете, и вот эта сила вашей любви, вашего единения, она больше, чем те проблемы, которые у вас есть, а это только через общение достигается, то, ну, очень сложно эту ситуацию переломить. То есть нужно пытаться разговаривать, нужно пытаться разговаривать с вашими мужьями, когда они в хорошем, в отдохнувшем, в нормальном состоянии, и сказать им, слушай, мне что-то не нравится, как у нас происходит, давай подумаем, что можно сделать. Часто такие кризисы, это, как мы говорили, кризисы развития семейных жизней, когда супруги еще не перестроили свои отношения с рождением ребенка, то есть они не научились, как жить, когда у тебя еще достаточно большая задача родительства стоит. Но приблизительно к году ребенка большинство семей преодолевает, находит моменты, как можно говорить, какие другие формы общения. Я просто помню, когда у нас малышка родилась, и мы вечером укладывали ее спать, мы тогда еще жили со свекровью, и вот она заснула, и вся семья выползала, значит, из своих коморок, и начинала есть шоколадные конфеты, потому что ей было нельзя. Но тоже же нам нужно было это научиться. Одно время мы вообще не ели никаких сладостей, потому что ребенку нельзя. Потом мы подумали, что, наверное, это не совсем правильно, совсем менять свой образ жизни. И вот эти шоколадные конфеты по ночам, это было тем временем, когда мы могли вместе посмеяться и что-то обсудить, побыть одной семьей, которая, в принципе, не стала другой с появлением ребенка. Во всяком случае, она не стала хуже. Есть мнение одной слушательницы, которая, наверное, поддерживает вот ту точку зрения, которую я сейчас озвучила. Дарья пишет, что счастливая семья – это работа обоих, и главное – это понимать, что мужчина и женщина – они противоположности. Там, где женщине нужно выговориться, и чтобы ее пожалели, мужчине нужно просто побыть одному, чтобы его никто не трогал. И, конечно, многие со мной не согласны будут, но именно от женщины зависит, будет ли скандал или будет тишина, потому что женщина по природе более внимательная, чем мужчина. Мы четыре года вместе, у меня характер, дай Боже. Один год ругались часто, потом я поняла, что причина я, а не он, и просто перестала подливать масло. Такое сообщение у нас интересное. Спасибо большое. Дарья очень самокритичная. Да, вполне. Не каждый человек, кстати, на это способен, на такую самокритику. Да, спасибо. Ну и она работает, потому что, знаете, что есть только один человек, которого мы можем изменить в жизни. И как бы это вы сами. Вы не можете подкрутить что-то у мужа, чтобы количество мата уменьшилось с позиции 7 на 1, да. Но вы можете как-то свое поведение поменять так, чтобы не провоцировать его на этот гнев. Не все в ваших силах, но что-то в ваших силах. В этом плане, конечно, женщина создает атмосферу в доме определенную. Но я должна сказать, что бывают и мужчины, которые все время провоцируют на гнев. Поэтому как бы вот хорошо, что в вашей ситуации так получилось. Ваши триггеры, как мы говорили в прошлый раз, триггеры перестали работать и перестала ситуация быть взрывоопасной. Но не всегда так выходит. Иногда мужчинам тоже приходится работать над собой. Поэтому вот прежде, чем вы начинаете сильно ругаться, подумайте, да, вы можете ли позволить себе такую трату нервных клеток. Или лучше все-таки чай с шоколадками. Ой, да, в такую-то погоду, друзья, только вот действительно чай, какао, теплые напитки, фильмы и время вместе проводить. Еще нам пишет Лариса. Вот есть у нас пару сообщений про унижение, к сожалению. Лариса пишет, бывает, что мужчина унижает свою женщину перед друзьями. Почему так происходит? Знаете, иногда случается так, что мужчина в доме, как скажем, не осмеливается сказать что-то против жены. И когда он оказывается на публике, он чувствует себя достаточно защищенным, чтобы сделать какой-то выпад в ее адрес. Бывают такие ситуации. Опять же, это то, о чем стоит говорить друг с другом. Когда мужчина с женщиной женятся, это не значит, что они теперь знают друг друга на 100%. Часто происходит так, что они, наоборот, узнают друг друга только когда они вступают в брак, и внимательно начинают смотреть, что это за человек, с которым я, вообще-то говоря, живу. Нужно не стесняться говорить о том, что с вами происходит. Что когда ты вот говоришь эти слова, ты меня реально ранишь. Что мне это не нравится. Пожалуйста, перестань это делать. Может быть, он не с первого раза услышит, да, потому что у него меньше нервных клеток отвечает за общение. Но если вы будете говорить это без оскорбления, без унижения, как мы говорили, без слова «ты», да, а говорить о том, что ты знаешь, вот это для меня очень больно. Пожалуйста, сделай что-то по этому поводу. Доводить до свидетелей мужчин о том, что что-то не так. И то же самое мужчины. Не думайте, что женщина всё считывает, что у вас там происходит. Мы, конечно, стараемся, но мы не телепаты всё-таки, да. Да, не телепаты. Наверное, если бы это было, много бы ссор не происходило. Скажите, что вам что-то не нравится, что вот эти, допустим, непомытые посуды, когда вы пришли домой, она вас сильно разочаровывает. И женщина будет знать, что сделать, чтобы вы не приходили в ярсть, когда вы приходите домой. То есть вот эти вещи, которые для нас служат каким-то очагом возражения, нам нужно доносить друг для друга, чтобы жизнь была более мирной. У нас есть ещё сообщение. Так, сначала прочитаю ещё одно сообщение Ларисы, и потом вопрос. Лариса пишет. Некоторые мужчины говорят, что они устают после работы, и им не до ребёнка, и не до жены. А только на еду или на телек хватает времени. И плюс обвиняют женщину в том, что они, женщины, не устают, а просто отдыхают дома. Ну да, ну спасибо большое. Такое мнение действительно существует, и оно большей части мнение человека, который не побывал ни разу с ребёнком. Вот только хотела про это сказать. Очень хорошо Лариса просто оставить, дать возможность ему отдохнуть дома с ребёнком. По его мнению, отдохнуть. Да, пусть отдохнёт, да. А вы можете поработать какой-то один день, съездить куда-нибудь, не знаю, найдите себе работу какую-нибудь разовую. Пусть он отдохнёт один раз с ребёнком, может быть, два дня с ребёнком, и после этого мнение очень сильно поменяется. Но отдохнёт, мы имеем в виду, как это, all-inclusive, да, вы понимаете, это истирка, и уборка, и глажка, готовка, всё вместе, да. Но, как правило, мужчины действительно не осознают, какое это напряжение быть вот с ребёнком 24-7, и всё время быть в состоянии вот этого эмоционального контакта. И женщины тоже очень сильно устают. Вместе с тем, мужчины, возвращаясь домой, почему они действительно перегружены. Они перегружены в наше время часто не физическим трудом, а заботами, уровнем проблем, какими-то напряжениями, конфликтами. Им просто нужно время для того, чтобы прийти в себя. То, что, как вот, знаете, говорят мужчины, 15 часов в неделю, где же я столько времени найду. Ну, а это вот как бы это жизнь семейная. Если на семейную жизнь не найти времени, то потом когда-то будет очень грустно от того, что не состоялись те мечты, которые были раньше. Поэтому как бы это тот необходимый минимум, который нужно человеку затрачивать на труд любви, который приводит к тому, что супруги чувствуют себя счастливыми, в конце концов. И Ирина задавала нам несколько раз один и тот же вопрос. Вот, Ирина, дошли, руки, глаза, сейчас прочту. Что делать, когда муж надсмехается в разговоре над работой жены, тем самым занижая её самоуверенность? Ну, вообще всякие насмешки, это как бы интересный способ атаки, когда нет возможности атаковать напрямую, да. То есть это такой партизанский вид общения. Ну вот, как с любым унижением, нужно говорить об этом, что я не хочу. Пожалуйста, найди другой способ выражать это. Интересно, а почему? Вот сам факт, то есть, может быть, он чувствует ущемление своего мужского достоинства? Может быть, ему не нравится, что жена работает или зарабатывает, не дай Боже, больше? Ну, как правило, бывает другой вариант, когда мужчина очень много зарабатывает, да, жена делает робкие попытки сделать хоть что-то. И радуется то, что она получила 200 рублей. Смотри, я вот продала свою полочку в виде губ, да, и мне 200 рублей. И он говорит, ну что, ну смотри, сколько ты сил потратила, да, и получил 200 рублей, это много. Вот такого плана больше. Наезды, я скажу. Но с другой стороны, Ирина, если это то, в чём у вас душа, если это то, чем вам хочется заниматься, никакие насмешки вас не остановят, рассказывайте больше о вашем увлечении, продавайте ему эту идею, как это здорово, как это полезно. Муж отчасти тоже клиент, да, может быть, несколько заинтересованный в знак минус, да, которого нужно убедить. Тренируйтесь на нем, и бизнес будет успешный. И я знаю, что если жена успешна, для мужчины это тоже, для большинства мужчин, это предмет гордости становится. Ну, вообще, да. Поэтому вы просто ещё пока не дошли, но я уверена, что у вас всё будет хорошо. Вот Ирина как раз ответила, что да, такие усмешки, что типа, ну, что ты там можешь. Ещё есть сообщение от Ксении. Как привлечь мужа к помощи по дому и с детьми? Как заставить его быть серьёзнее и взрослее? Ну, заставить быть серьёзнее и взрослее, я, наверное, с этого начну. Жизнь хорошо справляется с этой задачей. Просто немножко подождите, да, всё будет, придут какие-то моменты, когда муж включится. Просто не нужно ту ответственность, которая лежит на нём, брать самой, да. Если он взялся, там, допустим, выносить мусор, всё, вы его не выносите. Даже если вонь стоит. Даже если вонь стоит, да, вы аккуратненько можете завязать пакетик, поставить рядом с кроватью, да. Вот. И ничего не говорить, главное, по этому поводу. Ну, и опять же, доносить, стараться донести до человека мысли, что вот есть часть нагрузки, которая я не могу выполнить. Пожалуйста, включайся, это твоя. Часто это бывает не так просто сделать, потому что... Или это изменившиеся обстоятельства, которые приводят к тому, что мужья теряют привилегию ничего не делания дома, да. Ну, или какие-то ещё изменения в структуре семьи. Но вместе с тем, ну, домашняя работа – это часть работы, которая распределена между всеми членами семьи. Но мы вот регулярно такие устраиваем совещания и обсуждаем, кто кому Николай, да. И если кто-то не справляется с каким-то фронтом работы, то что при этом чувствуют все остальные? Например, если вот у нас сейчас ванна немытая на протяжении месяца, да, как себя чувствуют все остальные члены семьи, когда они заходят в эту ванну и когда они должны там проводить какие-то гигиенические процедуры. Вот пусть человек услышит всё, что думают остальные люди. Услышит в мирной, спокойной, конструктивной обстановке. И будем надеяться, что всё то хорошее, что у человека есть, оно вот в этот момент сработает, чтобы можно было равномерно распределять нагрузку по дому. А возвращаясь к теме нашего эфира, выслушай меня, запрос на общение, и, в принципе, добавляя то, что вы сейчас сказали, Татьяна, почему существует миф такой, что мужчины ищут себе такую негласную домработницу, а женщины ищут себе каменную скалу, которая будет их финансировать, и, собственно, кроме борщей варить ничего не надо, и воспитывать детей, как бы развиваться не надо. Разве так должно быть? Мне кажется, что мужчина и женщина должны искать партнёров, в том числе по дому, в том числе по работе, и иначе это очень сложно жить или нет. Я просто читаю вот это вот всё, что пишут дорогие женщины, что я сижу в декрете, тут весь дом на мне и так далее, а он с друзьями, ещё что-то. И у меня вот-вот складывается такое впечатление. Вы простите, пожалуйста, за эту фразу, но такой образ жизни, это как раз когда молодая женщина нашла себе папочку, которая её обеспечивает, она финансово зависит от него, сама не может ничего сделать, и это мы считаем ужасным. А когда то же самое происходит в наших семьях, мы что-то не обращаем на это внимания. Мне кажется, сейчас с современными тенденциями развития семьи всё меньше и меньше это всё-таки встречается. И мужчина и женщина становятся достаточно финансовыми независимостями. То есть мы не можем себе представить, как это было там сто лет назад, когда думали как бы только эту гордость и предубеждение устроить этих дочерей, чтобы они не висели на шее. А сейчас всё больше и больше отношения становятся отношениями любви. Когда мужчина и женщина ищет действительно партнёра, ищет тех, с кем им было хорошо проводить время. Но вот дети в данном случае, они не совсем вписываются в эту картинку, потому что они требуют дополнительных усилий со стороны и мужчины, и женщины. Но с другой стороны, полноценная семья, в которой есть дети, которые и папа, и мама любят, наверное, это, наверное, самое большое счастье, которое можно себе представить. Во всяком случае, с моей женской точки зрения. Но мужчины тоже, во всяком случае, чуть попозже в жизни начинают эту точку зрения разделять. Поэтому, ну, конечно, должны смотреть друг на другу как партнёров. Но главное не только вступать в брак с этим чувством, но главное учиться его удерживать. И в этом плане общение – это как раз тот инструмент, посредством которого удерживается вот это вот партнёрство. Ощущается единство, ощущается взаимоподдержка, да, и обмен тем, что происходит в жизни каждого. То есть вот когда женщина просит «выслушай меня», она не просто хочет слить эмоции, которые там есть у неё, она хочет пережить вот это единство, пережить то, что мы с тобой вместе. Ну, как бы плохо бы не было, да, мы с тобой вместе, значит, всё остальное преодолимо. Так что, друзья, слушайте наши передачи и надеемся, что всё-таки вы сможете построить отношения со своим супругом как с партнёром, а не как то, что я писала раньше. У нас остаётся буквально пару минут до конца эфира, вопросы пока закончились, поэтому давайте, может быть, подведём какое-то резюме по теме. Ну, я, может быть, немножечко ещё добавлю здесь. Когда я хочу сказать, что мужчины и женщины немножко по-разному относятся к разговорам. Для женщины это простраивание, как я уже сказала, эмоциональной связи, прочувствование, что мы вместе, переживание единства. Мужчина в этом плане гораздо больше ориентирован на результат. Если женщина обратилась к нему с вопросом, значит, от него что-то требуется. А женщина большей части относится к разговору как к некому процессу. Мне приятно с тобой разговаривать, мне нравится, когда мы с тобой сидим вместе, пьём чай, ну, кто чего пьёт, да, вот, ужинаем, может быть. И в этом есть некоторое единство, есть некоторое вот такое ощущение нас, как семьи. А мужчины, когда женщина начинает к ним обращаться с кем-то просьбой, большей части думает, что от него что-то надо, и он всё время пытается считать запрос. Чего же она хочет? Чего же она хочет? Для женщины процесс разговора – это процесс, которым она наслаждается. Ей просто приятно с вами делиться тем, что с ней происходит, и она хочет, чтобы вы её выслушали. В этом плане, и ещё раз я повторяю уже, этот совет был, дорогие мужчины, когда вы слушаете с ваших жён, задайте им вопрос, ты хочешь, чтобы я что-то сделала, или чтобы я выслушал? Очень часто женщины скажут, нет, просто послушай, что со мной происходит. В этом плане вы можете просто расслабиться, да, и понимать, что она от вас ничего не хочет. Ну как? Внимание это хочет, да. Ну при этом... Внимание, но не хочет, чтобы вы там купили ей что-то, да, или что-то сделали по дому. Это просто запрос на то, чтобы вы побыли вместе какое-то время. Вместе, в смысле, в разговоре, да, в единстве, там, в ужине, как это происходит по-разному. А, дорогие женщины, я хочу сказать, что будьте терпеливы. Для мужчин сложен вопрос коммуникации, когда она в основном про эмоции, про то, что вы переживаете. Давайте им тоже понять. Дорогой, мне нужно, чтобы мы с тобой поговорили. Ты можешь побыть со мной в течение 15 минут? И помните о том, что вот эти 15 часов в неделю, как вы там их распределите, это секрет успешного общения в семье. С вами была передача «Формула семьи». У нас заканчивается наш эфир. Друзья, слушайте друг друга, любите друг друга, и очень надеюсь, что у вас будут крепкие семьи благодаря этому. Слушать – это вы.